Дорогие соотечественники! Сегодня мы в гостях у Валерия Демидетского, и пришли мы к нему в гости вот по какому случаю. Недавно в Давосе состоялась конференция самых просвещенных либералов, самых просвещенных демократов, самых просвещенных финансистов, экономистов и имя рек всей этой команде, которые считали когда-то со всех экранов, значит, вещали, что неминуемая победа глобализма, очень мне напоминает, как победа коммунизма, грядет на всей земле. И вот сейчас они собрались и договорились до того, что пора капитализму стать капитализмом с человеческим лицом. И вот мы в гостях у Валерия Демидетского, мы люди, которые видели с человеческим лицом, не видали с человеческим лицом толком ни капитализма, ни коммунизма. И вот мы тут собрались поговорить на эту тему. Значит, что происходит в мире? Откуда опять взялась тоска по диалоге, по измам с человеческим лицом? Валерий, здравствуй. Добрый день, очень приятно. И мне приятно. Сразу беру тебя, вот тут так неплохо, красиво. Значит, я смотрю здесь у тебя на стене очень-очень много замечательных и знаменитых персонажей мировой политики, мировой журналистики. И я думаю, что нашим телезрителям будет очень приятно побывать в гостях у того, который славится тем, что понимает многие события гораздо глубже и ширше, чем понимают другие. Ширше, хорошо. Поэтому мы у тебя сегодня в гостях. Спасибо за хорошее время. Итак, что у нас происходит вокруг нас, внутри нас и сбоку от нас? Честно говоря, строительство капитализма с человеческим лицом насторожило, потому что мы помним, чем закончилось строительство социализма с человеческим лицом, объявлено после перестройки. До коммунизма с человеческим мы не добрались. Мы не добрались, да. Мы не добрались, а дело кончилось, конечно, разрухой и строительством дикого капитализма. Как бы так ни получилось и с капитализмом с человеческим лицом, как бы он не стал бы еще более диким. Но тенденции есть в мире, и даже если мы будем смотреть на значение нового правительства в России, там первым заместителем председателя правительства назначен господин Белоусов, который считается именно сторонником этой идеи, что богатые должны поделиться. То есть богатые должны очеловечиться? Нет, но с другой стороны, даже события начала прошлого века, я имею в виду серию революций, которая прокатилась по миру, ты как историк лучше меня, ты знаешь, она научила капитализм тоже очень многому. Научила делиться? Делиться. Умные капиталисты поняли, что если не делиться, то можно вляпаться в такую же историю, как вляпались капиталисты в России, а потом были революции же и в Германии, и в Венгрии, и в очень многих странах. И потом это коммунистическое движение, напоминаю, в 30-е годы набрало такую силу и было таким популярным в мире, что, извините меня, понадобились даже мировые войны, чтобы каким-то образом это все загасить. Поэтому я думаю, что сейчас тоже люди богатые. Тот факт, что всего лишь пару сотен людей контролируют все мировые богатства. А ну-ка вспомним данные Давоса, раз мы с Давоса с конференции начали. Там что-то посчитали эти ребята, что на 1300 миллиардеров во всем мире, он их уже сколько, 1300 миллиардеров и мультимиллиардеров, приходится столько же богатства, сколько у 60% населения Земли. Да. Цифра продолжает, вот дисбаланс продолжает расти. Да, и это ведет к тому, давай скажем так, что... Значит, кто-то беднеет. Есть такое правило. Благодатная почва. Валерий, помнишь, игра с нулевой суммой. Что означает? Если кто-то сильно богатеет, значит, кто-то сильно беднеет. Экономика — это сообщающие сосуды. Так не бывает. Вот когда мне унионисты говорят, что в Румынии зарплаты и пенсии повыше, чем в Молдавии, и надо объединяться, то я говорю, вы сначала спросите с Румын. Они согласны поделиться своими пенсиями и зарплатами? Потому что они у них тогда упадут на ровно столько же, сколько отнимет у них Молдавия. Так не бывает в экономике. В экономике уже не бывает чудес, да? Там все развивается, извините меня, по науке. Я тихо подозреваю и разговаривал с многими румынскими общественными деятелями, учеными, политиками. Мы же общаемся, вот ученый, кто только ко мне не приезжает. И я пришел к интересному выводу, что вот этим нашим ура-унионистам не мешало бы задать вопрос. Ребята, а хотят ли вас там, за прутом? Если бы они поинтересовались, то я что-то думаю, у них бы сильно поубавилось бы энтузиазму. Знаешь, Виктор, у меня... У меня информация совершенно противоположная. Виктор, у меня есть... Надеюсь, у тебя тоже. У меня в Румынии много друзей, у меня в Румынии есть родные, родственники, вот с которыми я общаюсь и так далее, веду переговоры не только... То есть я общаюсь не только с румынскими политиками, журналистами, но и с простыми людьми. Ты знаешь, за эти годы я сделал такой вывод. Если бы все деньги и усилия, которые вложены в разных, там, извините, болтунов и негодяев, которые устраивают шоу политической партии, для того, чтобы разделить... Да, да, да. И вот это все, как бы, вот паразитирует на этой теме, у объединения. Были вложены, совсем другое, в практическую область. Построены бы мосты были через пруд, создано было совместное экономическое пространство, культурное пространство. Предприятия совместные. Предприятия совместные и так далее. Бизнес какой-то. Проезд. Толку было. Проезд через румынскую границу без ковыряния часовых очередей. В этом самом, да. Хотя бы привели бы в порядок те же туалеты на границе с румынских КПП, то я скажу вам, мы давным-давно бы забыли, что между двумя на пруту есть граница. Мы бы просто ездили друг к другу в гости, любили бы друг друга, дружили и так далее. Ничего, нет никаких причин для разделения молдавского и румынского народов, да? Да, они выросли как бы... И нет никаких причин для этого ломать государственность и сложившийся статус... Понимаешь, да. Но, понимаешь, очень приятно кому-то делать на этом политику. Политику очень опасной и очень губительной. По той простой причине, что я более чем уверен, что если и... Знаете, вот нас многие говорят, что мы должны объединиться с румынами, потому что наши униянисты говорят, что наше строительство молдавского независимого государства потерпело крах. А теперь мы должны призвать румын навести порядок. Одни кричат, давайте призовем европейцев, другие говорят, давайте призовем русских, третьи кричат, давайте призовем румын. Румыны призвали немца Йоханнеса и Лудовика Орбана, венгра, понимаешь? Для этого мы должны навести порядок. Мы же сами не справляемся, мы их зовем, да? Но смешно, когда... Мне всегда вызывал неуважение человек, который не мог разобраться в собственной семье. Обычно это удел пьяниц, которые пропили все хозяйство и рассказывают жене о том, что им поможет проблема семьи, решить сосед. Сосед поможет. Сосед поможет. Если он один раз пьяным придет и найдет его в своей спальне. Да, понимаешь, это самое такое унизительное, да, что можно сказать о собственном народе, о собственном государстве. А ты, подожди, Валерий, а ну-ка вспомни, у нас память с тобой долгая, да, ибо есть что вспомнить. Помнишь, когда кричали некоторые деятели, еще вот когда только союз разваливался и развалился, причем, посмотри на каком языке, «Ной сын тем хозяин ланоин царе». Внимание! Был такой вопрос. Вот так, и я говорю, ребята, если ты кричишь на всех перекрестках, что ты хозяин в своей стране, то ты должен прежде всего смотреть, чтобы твое хозяйство не разворовали, не раздолбали, не растаскали. То есть получается, что орали с тем хозяином царе Насра, а потом с горшочком земли этой самой царе едут к этому товарищу в бассейн, знаете, вам это самое. Что это такое? Как назвать вот это странное мозговое, когда мозговые извилины начинают коротить, размягчение, а, Макрон про НАТО, размягчение мозгов. Я думаю, не размягчение мозгов. Размягчение мозгов. Знаешь, что это такое? Это на Макрона обиделись НАТОвцы, когда НАТО сказал, мы присутствуем, что НАТО... Куда, кстати, эти вот очень сильно стремятся? Макрон парень не глупый, да? Что бы там о нем кто ни говорил, он сказал. У НАТО размягчение мозгов. На французском языке это не звучит так оскорбительно, как, скажем, на русском, молдавском, на каком-то другом. Размягчение мозгов – это имеется в виду потеря концентрации. А можно даже и ориентация. Как бы ты с этой точки... Это очень важно. Деградация от криков, что мы хозяины, мы независимы и так далее, да давай сдадим страну первому попавшемуся аферисту. Понимаешь, Виктор, в начале 90-х годов этот лозунг «Мы хотим быть хозяевами на собственной земле» у меня... Не только в Молдавии. У меня, да, он был во всех республиках. На Украине. И он нашел... Да, и у меня он нашел полное понимание. То есть я даже своим московским коллегам объяснял, что, ребята, ну вот люди хотят быть хозяевами на собственной земле. Что плохого? Что в этом плохого? Да. Они здесь живут, они здесь... Но когда эти люди, вместо того, чтобы быть хозяевами на собственной земле, да, и надо сказать... Ты хочешь быть хозяином, нам так будем. Это ответственность. Начали сеять на этой земле раздор. Было ли он Гагаузский? Разворовывать. Война Приднестровья, потом повальное воровство, продажа всего того, что нажито было отцами и дедами, да, и так далее. Развал полный, предприятия были уничтожены, сельское хозяйство, хорошее сельское хозяйство, которое могло уже, как бы, оно было на хорошем уровне в мире, да. Мы все это развалили. А теперь мы стоим с протянутой рукой. И говорим, время царо вечера, поздравляю. Да, понимаете. Красавцы. Мне стыдно, что мы можем только сжечь президентский дворец, а восстанавливать его должен Эрдоган. Сейчас я смотрю, некоторые политологи выпрыгивают из штанов, подвлекая новый Майдан и новые погромы. Я говорю, вы снова к Эрдогану поедете, да, просить денег, сказать, вы извините, господин Эрдоган, но вы там за 300 лет... Мы тут погорячились. Да, мы снова погорячились, снова спалили президентский дворец. А так как вы нас 300 лет оккупировали в прошлом, да, вот... Мы потурками. Будьте добры, давайте восстановите. Вот, понимаете, у нас... Слушай, Валера, стой. А можно сменить лозунг? Давай не под Бухарест, а под Стамбул. Слушай, они побогаче в Турке, и у них есть опыт командовать нами. Ой, как бы уже хотелось, чтобы наши политики взялись за голову и, знаете, начали говорить людям о том, как можно построить здесь то, что они обещали 30 лет назад на площади. Я уже хотел видеть Битя Говорунов и Крикунов с площади. Мы знаем все великолепные фамилии, помним, на перечет. Они где-то спрятались. А многие на экранах до сих пор. Ну, некоторые на экранах, мы говорим совсем другие вещи. Молодое поколение. Да, понимаете, но вы объясните, почему не получилось, да, вот. Любой нормальный человек, если вы намерете мастера, ремонтировать квартиру, да, и придете, увидите, что деньги потрачены не так, и ремонта нет, он вам начнет хотя бы объясняться, почему не получилось. А здесь никто ничего не объясняется. Находятся внешние факторы, виноваты русские, виноваты румыны, там, евреи, турки, еще кто-нибудь. Кто любой виноват, но только не мы сами. А виноваты сами мы, конечно. И виноваты люди, которые уже очень доверяют этим политикам, которые переходят из парламента в парламент, из правительства в правительство, вот так вот кочуют постоянно, да, и никогда с них не спрашивают. Потому что с болтуна, что ты спрашиваешь? Так нет, понимаешь, нет. Он же и пантен, но ничего не умеет. Да, да, вот как Урский пел. Вот смотри, эта девушка соскочила с паровоза вовремя, да, когда она увидела, что управление страной не получается. Совершенно не то, что кричать до площади дало, или... Не хочу называть это самое, но девушка вовремя поняла, что если она не спрыгнет с поезда, все разваливается. Мы с тобой это обсуждали, что был абсолютно четкий пиаровский ход. Что кто-то виноват, вот как ты говоришь, то ли американцы, то ли русские, то ли европейцы, то ли... Бог знает. У американцев, у русских, у европейцев, у румын есть своя политика, свои вопросы. Да, вот я сейчас наблюдаю, мы сегодня, к сожалению, охлаждение отношений с Румынией, да. И это не по вине молдавской стороны. Молдавская сторона делает любимые шаги, потому что я однажды вот в социальных сетях увидел запрос... Как ты считаешь, что Орбана подвигнуло на вот такое... Нет, ты знаешь, вот честно говоря... Нет, стой, мне что нравится. Значит, премьер соседней страны говорит, что он не доверяет нынешнему правительству. А кто тебя спрашивал, батенька? И второй вопрос. А мы тебе доверяем? Ты нас спросил, что за высокомерное, вот такое барское. Нам, видите, он не доверяет. Ах, 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 ах. Ну, грустно на это смотреть. Нет, что за этим стоит? Грустно на это смотреть. Что за этим стоит? Стоит чистый политический расчет для того, чтобы подогреть настроение. Это чисто высказывание для внутреннего пользования, я считаю так. Для внутреннего румынского пользования. И для своего... Своего электората, да. Вот мы такие патриоты, мы не будем, видите ли, понимаете. Есть такая тема. У меня дедушка служил в румынской армии, и он на всю жизнь... Я так интересно был, там тоже была своя идеология. Он на всю жизнь почему-то не любил румын. Это никак не мог... Ой, не румын, венгров. Даже когда, я помню, в детстве мы носили брюки в обтяжку, если помнишь, да, клеша, и здесь обтягивались. Он мне говорил, что ты там брюки пошил себе, как унгур, как венгра. Кстати, венгры к молдаванам всегда хорошо относились. Нет, но самое смешное, потом я деда расспросил, говорю, дед, а что ты так вот к венграм? А он говорит, нас в Румынии научили, что злее человека, чем венгры. Нет, они хотят захватить Румынию, вот Трансильванию. Тогда были эти вот... Да, терки. После Первой мировой войны, значит, все эти вопросы. Венгрии по этому арбитражу отобрали, Трансильванию. Отобрали. В Румынии, и вот эти были настроения и так далее. То же самое происходит в Румынии. Тоже политики часто упывают, что вот главный враг России, Венгрия, там еще кто-то главный враг, да. Есть в Румынии политики, которые считают врагами европейцев, европейский союз, тоже такие есть, да. Вот разные есть. Но я хочу сказать, что политиков, потому что очень так логично задуматься. Путина, Меркель, Йоханнеса избрали румыны, русские, немцы в своих интересах. Они должны отставить интересы своих государств. И они не должны заботиться о Молдавии. О Молдавии должны заботиться те, кого мы выбрали. А мы должны с них научиться, научиться. Это главное, спрашивать. Что, коль вы обещали что-то, будете добры выполнить. Не выполнили. И, кстати... Больше не власти на экраны телевизоров и так далее. У меня память не тот возраст. Я в таком режиме иногда прерываний. Смотри, что получается. Мы не научились спрашивать тех, кто у власти. Согласен. Но я думаю, что настоящая правильная ситуация будет тогда, когда мы будем научимся спрашивать у так называемой оппозиции. Бла-бла-бла, кричат, все плохо, это мы все умеем. А с чем вы собираетесь прийти? Вот когда научимся и второй части, мне кажется, тогда наш уровень вырастет и проблем будет меньше. Ну, ты знаешь, вот давай скажем так. Есть в этом что-то? Я лет уже, наверное, 30 освещаюсь ситуацию в независимой Молдове. Я наблюдал все правительства, все парламенты, всех президентов. Все подъемы и все падения. Все подъемы и все падения. Почему-то, вот если мы вспоминаем, да, всякий раз, когда приходило такое национально продвинутое правительство, да, как последнее, предпоследнее было у нас, обычно после этого шел какой-то провал. И колоссальное воровство тоже было. Чем больше патриот, тем больше воровство. 90-й год. Самые патриоты пришли в власти. Самые большие воры. Проднежоевский конфликт, полная разруха. И бардак. Приход, возвращение Лучинского. У Лучинского прошло правительство знаменитой за европейские реформы и демократии. И ценности. И ценности. Бах-трах. Дело закончилось галошами вместо пенсии. И приходом в власти на 10 лет Воронина. Партии коммунистов. Чтобы мне кто-то сказал, что Молдавия станет первой страной в СНГ, которая вернет к власти коммунистов. Причем на законных основаниях. На законных, демократическим путем. Китайцы удивлялись, как это случилось. Да, китайцы пролетели посмотреть. Да. Взялись за голову. Они приехали посмотреть. Кстати, пригласили, помню, тогда Степанюка. Я был послом и должен был организовать ему визит. Около 15 институтов при ЦК КПК, то есть Центральный комитет Коммунистической партии Китая, пришли на эту встречу. И Виктор Степанюк рассказывал китайцам, как пришли к власти законным демократическим путем. Потому что китайцам это было непонятно. И должен тебе сказать, что кто бы что ни говорил, но вот президентство Воронина во многих отношениях было одной из самых удачных. Это не может никто отрицать. С этим соглашаются и те, кто Воронина страшно не любит, не любит и так далее. Все говорят, что первый срок Воронина, это был для республики подъем. И это был подъем, это было возвращение на круги своя. Заработали институты, начали работать какие-то предприятия, аграрии развернулись. Борт в журжуле что-то открылся. То есть начались какие-то национальные проекты. То есть это действительно было. Что потом случилось, это мы можем спорить. Не смотри, обычно что происходит? Слишком много начали. Я понимаю, что когда у вас большой корветт, фрегат, рано или поздно ракушки начинаются к нему лепиться, и в результате крейсерская скорость распадает. Ты же моряк, знаешь. Чистят же моряка, да? Я хочу еще одну очень важную, на мой взгляд, деталь. Мы сегодня очень часто слышим уже крики, что надо остановить Додона. Заметил? И кто кричит? Заметил, да? И я хочу спросить, в 2009 году точно были такие крики. Давайте остановим Воронина, давайте остановим коммунистов, давайте приведем к власти настоящих демократов, европейцев и так далее. Остановили. Я вот был на одном телеканале, я сказал, спалили дворец, а потом трое, которые пришли к власти после этого, один в тюрьме, другой в бегах, третий объект на смешек, да? Да, и страна разграблена. И страна разграблена и так далее. И прокуратура возгорела. И сегодня те люди, которые стояли на площади и созывали, и хвастали, что они сделали там непонятно какую-то виноградную, твиттерную революцию и так далее, у них не хватает совести выйти и сказать, ребята, извините, люди, а мы не тех, привели к власти, да? Я с ними встречаюсь в студии, да, и когда включается камера, они мне говорят, слушай, а вот действительно Воронин-то, вот при Воронине-то было лучшее. Я говорю, зачем же вы на камеру-то не хотите это сказать, признать? Нормальный, мужественный человек, сильный человек, он имеет мужество признать свои ошибки, да? И выйти покаяться и сказать, что, знаете, я был виноват. Мы все ошибаемся. Какой бы Воронин-то был лучший на то время. Да, на то время он был лучший, да? И вот сейчас, когда орут то же самое, Жозда, Дон и так далее. Ребята, вы с чем пришли? А вы что можете противоставить? Ну вот побыла девушка, не справилась, вовремя соскочила, чтобы не потерять электорат. И все, и опять... И не успев соскочить. И опять давай досрочные выборы, досрочные... Власти хотим. Правильно. А с чем вы пришли во власть? Правильно. Что вы умеете? И начнется тоже... И хрена не не уйдет. И та же ситуация начнется, которую мы видели в 2009 году. Та же чехарда, тоже нарушение законов. Опять жоз. Опять жоз. Европейцы уже этим наелись, понимаешь? Они прикрывали несколько лет это все... Бардак этот. Все эту кипящую, так сказать, дурно пахнущую массу. Понимаете? Либеральную демократу. Но у них был интерес. Тогда был такой пик противостояния с Россией. Восточное пространство. Партнерство хотело доказать России, что вот все, теперь вы там не имеете влияния на Восточную Европу. И так далее, и так далее. Что из этого получилось, мы знаем. Печеньки получились. Все нормально. Сейчас в мире каким-то образом наблюдается, как бы, я сказал бы так, что те, кого мы называем очень хорошо на румынском звучит, марли-путерь, да, большие еды, они остановились, чтобы задуматься, да, потому что то, что они сделали и на Ближнем Востоке, и на Украине и так далее, начало приносить, к сожалению, уже убытки. Понимаешь? Вот казалось, что вот там рынки новые завоевались и так далее, а потом вдруг начали обращать внимание, что оказывается... Оказывается, те людишки-то бегут в Европу. И из беженцев... Я думаю, что они... Слушай сюда, закон бумеранга, жестокий закон. И если ты пошел, и у кого-то разворошил, и натворил дел, не удивляйся, эти соседи... Ну ты посмотри... Соседи, у которых ты дома спалил, к тебе придут. Ну ты посмотри, какое желание Германии начать решать ливийский кризис, да? Чего бы это? А как аплодировали? Убили Каддафи, да? Хорошо, убили Каддафи. Тинтон радовала тогда, помню. Сейчас, да-да, сейчас что? Вот эти товарищи, которые там затеяли и разделили страну на кучу банд, которые контролируют и стреляют друг в друга, это лучше, чем был Каддафи? Задуматься, да? Причем сейчас они о нем вспоминают с большим пиететом. Знаешь... Кстати, как о Чаушеску многие в Румынии вспоминают. А я хочу сказать другой пример. Один товарищ, который... Я хочу привести другой пример. Один товарищ, который работал как бы вот в эти годы после истории с Ираком, когда Буш вел войска в Ирак. И он работал у господина Стати в Ираке там, да? Он приехал и как-то... Он там из команды Лянка был. И он так меня убеждал... Однажды мы с ним поужинали в ресторане, он так меня убеждал... Слушай, подожди, из команды Лянка? Да-да-да. Как что-то тебе мне это имя Лянка напоминает? То ли с миллиардом... Не, но Лянка... Не-не, слушай, как этот парень ухитряется подписать такие расстрельные документы и ходить на свободе? Это вопрос... Нет, у меня... Я как дипломат... Это вопрос не к прокурору. Я как дипломат, как дипломату ему имею много вопросов. Я о другом говорю. Я помню, как этот кореш радовался, когда тут десант был. Все штук 18 министров иностранных дел, как он перед ними бегал, как там подписывали все, что надо. И кто ответит за то, что набедокурил этот парниша? Ну, я думаю, что если у нас правовое государство, то должен отвечать он. Знаешь, вот я... Подорвал ты меня на это. Я когда слышу про этого плавня... Ты что, знал бы, не упоминал. Так вот, этот парень, он пиарщик по специальности, он меня убеждал, что ты не можешь себе представить. Ты, говорит, бывал бы в Ираке? Я, к сожалению, не был в Ираке. Я сказал, что не был в Ираке, но готов был ему поверить на слово, потому что думал, что он серьезный человек. Он говорил, боже, там такое наступило с приходом американцев благоденствие. Такое прекрасное. Иранцы и иракцы все довольные, счастливы. Получают за тысячу долларов зарплаты, работают на нефтяных этих самых месторождениях. Все в стране крутится, все прекрасно. Как здорово, что повесили этого Саддама Хусейна. Ты знаешь, это было где-то в году в 2008, 2007, 2009, 2008. И у меня это диссонировало с тем, что я читал на Ленте ТАСС из Багдада. Потом я позвонил нашему коллеге, который занимается... Чтобы брать диссонанс когнитизм. Да, я позвонил, сказал, старик, вот ты знаешь, я встречался с человеком, который мне такое рассказал. Он говорит, слушай, ты кому веришь? Я говорю, ну он приехал оттуда. Он там вроде говорит, что он там работал и так далее. Я даже не знаю, работал ли он там, или он просто на правне. Но я был ошарашен, когда этот человек, который действительно проработал несколько лет в Ираке, он там был во время войны, начал мне рассказывать, что там творится, что в центре Багдада, оказанно на 20 гектарах, построены целые бункеры, целые дворцы, американцы там держат, знаете, и это вот все. Что там идет война, что там ИГИЛ, что там рубят головы людям, что вот за эти месторождения там каждый клан, каждая там это самая, каждая группа там, и религиозная и так далее, все курды, суниты, шииты, группировки, все-все переделили, все идет постоянная война, куча народа с оружием, что бывшая иракская армия разваленная тоже набрала оружие и подалась в ИГИЛ, и он мне рассказал такое о стране, что я просто был ошарашен, я подумал, черт возьми, зачем иракцам нужно было это все, да, вот, и вот сейчас возникает вопрос, уже багдадское правительство, которое в Багдаде, да, которое контролирует вроде американцев, да, потребовало вы во двое, вы это убираетесь, а как убраться, представляете, не, а те не хотят, а эти правительство Багдада, даже если оно не хочет, чтобы ушли иракцы, потому что будет, они их поменяют, оно тоже понимает, что говорить иракскому народу, который наблюдает вот эту крепость в центре Багдада, почти с Саддама Хусейна, да, с бункерами и так далее, и так далее, с которой постреливают, и в технике там куча баз, и действительно по ним постреливают, и очень часто, потому что американцев понять можно, у них хорошая страховка, хорошая зарплата, рисковать за кого-то бедуина, знать, лучше на расстоянии его пристрелить, да и все, что и происходит часто, поэтому багдадское правительство говорит американцам на публике, в высоком случае, не кулуарно, а публике, то, что, чего хочет народ, иракцы хотят, слушайте, пусть убираются отсюда, ставят нас в покое, нас же вот так вот надоела и ваша свобода, и ваша демократия, и которая затевалась из-за нефти и так далее, это понятно все, да, поэтому я говорю, что очень глупые те правительства, которые в интересах внешних сил готовы устроить себя в той же самой собственной стране, об этом я и говорю на данном этапе, я не противник того, чтобы не было границы на пруту, я хоть завтра готов ее снять, пусть ездят друг к другу люди, пусть дружат, пусть, да, но каждый пусть имеет свое хозяйство, потому что, когда будет желание одних внедриться к другим или других внедриться к другим... Скажем так, между мной и соседом не нужна берлинская стена, но это не значит... Но сосед и я должны знать, это его хозяйство, это мое, где начинается, где начинается, где его и где мой гектакль, где начинается его свобода, и где начинается моя свобода, и где кончается и так далее, мы это должны на данном этапе понимать, в противном случае нас ждут нехорошие времена. Смотри, лозунг такой, разрушим берлинскую стену, но не разрушим государственную границу. Хотя ты прекрасно знаешь, и все знают великолепно, что с разрушением берлинской стены все проблемы... Счастливее не стали. ...не были одноментально ращены, хотя бы там были сумасшедшие деньги, там, по-моему, 300 миллиардов ушло, да, ни у Молдовы, ни у... Валера, Валера, можно предложить еще такой вариантиц. Ребята, я согласен. Давайте границу по пруту уберем, да, и поставим ее, как до Унири была там помылка в границу. Знаешь, я посмотрел на карту. Молдова когда-то от Карпат и до Днестра и дальше была вполне приличная, так сказать, держава, да, в то время. Значит, что получается? Если бы фельдмаршал Миних, он же завоевал до Карпата тогда, значит, остался бы со своим войском там, и когда бы развалилась вот эта кровавая, грозная Российская империя, то тогда, батенька, получилось бы, что вся Молдова, это было бы наверняка единой республикой, сейчас бы было от Карпат до, как бы говорится, до Днестра. Тогда возникает вопрос. Мы должны русских оккупантов ругать только заодно. Мы, ребята, взялись оккупировать, ну, оккупировали, как маршал Миних, до Карпата, и все бы было окей. Ну, что же, русский человек все делает нам пополам. В нашей соседней Украине я тоже встречал своих коллег, политологов, которые тоже мечтают о том, что, говорит, вот главная наша мечта, когда развалится русский, и мы заедем на Абрамсе в Москву, понимаешь? Ну, это, я говорю, ребята, даже такие... Не, подожди, Валера. Даже такие злые враги Кремля, как и Ларионова, говорит, вы на это в обозримом будущем не надеетесь. Да, подожди, я тебе еще другое скажу. Я когда был в Карпатах, когда развалился Союз, мы поехали с вас и Галамагой моим другом, там был вертолетный завод, и у вас какой-то бизнес там с ними был, и вот мы едем по Тисе, там граница, вся проволока разрезана, столбы повалены, ну, Союз развалился, все развалено. Приезжаем мы туда, а это Закарпатия. И там два типа... Там, где русины живут, да? Да, и там два типа, слушай внимательно. Одни русины, которые уже тогда хотели от Киева независимости, а другие больше такого украинского типа, вот оттуда Винница, Киев, то есть другие украинцы. Но у них тоже есть. У них большая разница, как я понял. Я это там понял. Ну да. И вот мы сидели, и они о чем-то там ругались между собой, и те, которые такого киевского настроя, не местного, те говорят, что вот, это такой-сякой там Сталина, что-то. Я говорю, ребята, стойте, одну секунду. Дайте я разряжу обстановку. Давай посмотрим внимательно на, говорю, карту, говорю, Украины. Я говорю, этот мерзавец Сталин, вам это самое, как-то смотрю, и Львов к вам, и Чопы, и Ужгоров от Венгров к вам, и еще там говорят это. И, а с другой стороны, смотрю, там Луганск, Донецк, меня черт дернул. А тогда все хохотали, все считали это нормально. Я говорю, а его верный ученик, говорю, Хрущев, еще Крым вам припаял. Ну, все мужики, хи-хи, ха-ха. Я говорю, так вы должны вот там, где Богдану Хмельницкому памятник, снять Хмельницкого с коня, посадить на него золотую статую Сталину и под усы серебряная статуя Никита Сергеевича. Вот, кто дал приросту хрена. Как тяжело, Матухович? Хохот? Нет, нет. Видишь, как ты не чувствуешь историю? Я же что? Забыл? Тогда это вызвало гомерический хохот. Виктора, я... Точно так же, как вызвало, помнишь, ты мне за Севастополь ответишь. Понимаешь, о чем это говорит? Люди тогда относились к этому как к чему-то какому-то смешной и на самом деле. Виктора, ты знаешь, я... Ты посмотри, как сейчас изменилась обстановка. Когда Астана стала трещать по швам, шутки кончились. Вот, вот я о чем тебе говорю. Я в 2003 году был в... Доигрались. Был в Львове на экскурсии. Да. Был во Львове на экскурсии, да, и тоже был поражен, значит, вот, искусовод рассказывал об истории Львова, ну, в таком антирусском ключе, знаете, да. И я тоже сам сказал, я почему вот... Как я пошутил. Да, пошутил, я пошутил, они мне говорили, что вот здесь мы поставим памятник Дудаеву, здесь мы поставим памятник еще кому-то там, а здесь, я говорю, а почему у вас нет памятника, я пошутил, а почему у вас нет памятника Молотову Риббентропу и Сталину? За что? Я говорю, ну, извините меня. Как за что? Я им тогда рассказал знаменитый анекдот, да, когда поляки пришли, рассказывали, что после войны были споры, видите, поляки пришли к Сталину и сказали, но Львов никогда не был русским городом, на что Сталин сказал, да, не был, а Варшава была? И на этом дискуссия закончилась, а Варшава была? И на этом дискуссия закончилась, знаешь, ну да, времена Сталина вопросы рожались таким путем, да, никто никого не спрашивал, бессорадцев не спрашивали, когда их туда-сюда как бы перебрасывали. Знаете, Валерия, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот многие там Пак Молотова, Арипентропа, если пойти по тому, что все последствия этого пакта отменить, тогда литовцы должны отдать очень много чего Польше, белорусы должны много чего отдать, товарищи украинцы, я вообще помалкиваю, сколько отдать должны, румыны должны отдать тот же венграм Трансильванию, да там целая тьма, то есть эти люди настолько тупые, что они не понимают, что пытаясь пересмотреть взгляд на Вторую мировую войну, ну, они рубят сук, на котором сидят тупости безмерно. Я почему-то верю, может быть, я наивный человек, но я верю в то, что в Брюсселе сидят здравомыслящие люди, и что если к ним придут, допустим, лидеры Молдавии и Румынии, да, и скажут, что оплатите этот многомиллиардный проект объединения двух стран, да, так как мы деньги у вас взяли, кое-что украли, что-то не вернем и опять денег просим, но оплатите нам эту свадьбу, да, то они не захотят, вот по именно тем причинам, которые ты назвал, оплатить эту свадьбу и последующую куматрию в пороховом погребе Европы, понимаешь, который был всегда в пороховом погребеем. Это проблема Пренестровья, Гагаузии, это проблема Трансильвании, это проблема Добруджи, это проблема Одесской, Черновильской области, там такое начнется, и понимаешь, и вот я что объясняю, что может быть политики и половят в этой мутной воде свою рыбку, да, но я хочу сказать, что почему я так настроен против тех людей, которые сегодня кричат объединение, потому что это прямая, прямая дорога к гражданской войне и к несчастьям людей, потому что после этого уже и найдутся политики в других государствах, на востоке, на западе, на юге и на севере, которые в своих интересах дадут и денег, и оружие, да, и погонят нас в окопы, а воевать придется нам, как, извините меня, не будем далеко ходить за примером, мы наблюдаем один пример, недалеко от нас, да, где не могут закончить то, что мы, слава Богу, в 19-м году хватило ума закончить быстро. как это трудно делается, даже при желании, я поражаюсь, вот кто бы что о Зеленском не говорил, но видно, что парень хочет как-то угодно, но когда видишь этих нациков, этих всех дурковатых, на которых нет правы в стране, они, это псы войны, они привыкли жить на войне, это их доходы, для них прекращение конфликта, это конец, но вспомни у нас, к нам летит Рогозин, большой враг молдавской государственности, и наши политики выставляют в аэропорту людей, против него защищать молдавскую государственность, которые там же поют гимны и выдвигают лозунги ликвидации молдавской государственности, давай посмотрим вот этот плевок, который я считаю со стороны Румынии, назначение главой департамента по взаимоотношению с Молдавией, человека, который публично выступает за ликвидацию молдавской государственности, о чем она может разговаривать с Кишиневым, понимаешь? Мы только об этом? Это я считаю неразумный шаг, я же говорю, что я сторонник того, чтобы между Молдовой и Румынией были построены новые мосты через пруд, новые проезды, чтобы были люди с другой идеологией. Давай вспомним вот этот единственный мост, который восстановили на деньги европейские в Липканах, да, в Липканах, да, вот недавно, поезжайте, дай посмотрите, что там с румынской стороны, фанерная будка стоит, понимаешь? Потому что вот здесь надо работать, нужно сделать так, чтобы румыны и молдаване были действительно сообществом народа, у которых общая история, общий язык, общая культура и так далее. И между которыми нет стены. И между которыми нет стены. Вот это сделайте. А если уважение взаимное? А не финансируйте здесь новую, извините меня, конфликтную зону. Валерий, большое спасибо. Спасибо тебе за то, что прошло в гости. Ты знаешь, что я тебе скажу? Вот обычно говорят, вот планировать встречу, какие вопросы. Я никогда не планирую встречи и никогда не планирую вопросы, потому что я знаю один закон. Разговор всегда имеет свои собственные законы саморазвития. Если людей что-то заботит в настоящий момент, это обязательно всплывет во время разговора и обязательно найдет свое освещение. Поэтому вот в этом плане ты редчайший собеседник. Спасибо, Виктор. Один момент только хочу сказать. В социальных сетях меня один коллега спросил, почему господин Дадон ездит в Москву так часто, а не поедет в Бухарест или в Киев? Я говорю, понимаешь, наверное, тебя тоже хорошо воспитали. Обычно ездит туда, куда приглашают. А теперь у меня вопрос к тебе следующий. Что мешает президенту братского народа пригласить господина Дадона и обсудить те вопросы, о которых мы с тобой говорили? О том, чтобы границы между двумя государствами не было. Что мешает? Чьи-то интересы? Но это интересы ни молдавского, ни румынского народа. Это чужие интересы. На этой, скажем так, оптимистичной и правильной вопрошательной сентенции, если так можно сказать, мы и закончим нашу очередную встречу с тобой. Большое спасибо. Дорогие соотечественники, вот мы побывали в гостях у нашего доброго знакомого Валерия Демидецкого. Если заключить в двух словах, это наша первая встреча в этом году, такая более-менее аналитичная, я считаю, что главное, что вытекает из нашей сегодняшней беседы, это то, что слово с человеческим лицом, вот мы говорили так, в ироничной манере, капитализм с человеческим лицом, социализм с человеческим лицом, а на самом деле в этом ничего смешного нету. Дело в том, что когда любое политическое, идеологическое движение окрашивается в томна человеколюбие и справедливости, всегда этого надо придерживаться. И никогда не надо придерживаться криков, вот ломай то, то не сяк. Мы знаем, история сто раз доказывала, ломать не строить. Поэтому прежде, чем что-то поломать, прежде, чем какую-то силу устранить с политической арены, всегда задумайся о том, а кто придет и куда он поведет за собой свой народ. Будьте бдительны. Говорю, опять же, словами фучики. Люди, я любил вас. Будьте бдительны. Смешно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин